Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить такой теме, на которую, кстати, вы очень часто мне задаёте вопросы. Сначала меня эта тема очень удивила, скажу вам честно. Но потом я всё-таки, когда вопрос повторился, решила, поскольку вызывает столько сомнений, да, столько вопросов, что давайте сегодня мы с вами эту тему разберём. Что же такое секс вообще в целом? Действительно, многие учёные высказывают на эту тему совершенно разные точки зрения. Поэтому давайте мы сегодня с вами разберёмся. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Делитесь вашим мнением в комментариях, задавайте вопросы. И на самые интересные вопросы мы с вами обязательно встретимся, и я вам на них отвечу. Расскажу всю-всю-всю правду. Ну что, друзья мои, что же такое секс и зачем же вообще он нужен? Часто мне многие пациентки мои говорят, Ольга Викторовна, секс нужен только для того, чтобы забеременеть. Я беременеть не хочу, поэтому секс мне не нужен. Это совершенно не моя история. И вообще, да, у меня есть ребёнок, или я детей вообще не планирую, бывает совершенно разная ситуация. Мне секс вообще в целом не нужен. Давайте сегодня разберёмся. Безусловно, сразу скажу, что женщинам секс необходим. Если женщина говорит, что ей секс не нужен, не значит, что она фрегидна. Это значит, что она вас обманывает. Безусловно, каждой женщине необходим секс. Это крайне необходим. Как и мужчине, это физиологическая потребность, да. То есть, наиболее сильные физиологические потребности, это потребность, во-первых, к выживанию, чтобы не погибнуть, да. На втором месте стоит питание, чтобы жить нам надо есть. И на третьем месте, ну, безусловно, пить, безусловно. И на третьем месте стоит размножение, то есть продолжение рода. Чтобы человек жил, ему нужно размножаться. Ведь природой заложено то, что организм наш заведомо не предусматривает. Да, планируете вы беременность или вы беременность не планируете. То есть, каждый цикл женщина в теории может забеременеть. Безусловно, да. Поэтому организм же не знает, хотите вы беременность, не хотите вы беременность. То есть, организм готовит вас к беременности и сам готовится. Поэтому, друзья мои, безусловно, также во время полового контакта выделяются все необходимые гормоны. Гормоны, во-первых, расслабления. Это, безусловно, важно. Гормоны расслабления во время секса. Почему многие мужчины любят секс? Из-за чего? Что они расслабляются. Они сбрасывают негативную энергию и питаются хорошей, позитивной энергией. Это крайне важно, друзья мои. То есть, это просто необходимо и женщинам, и мужчинам. Может быть, вы думаете, что, ой, Ольга Викторовна опять какую-то чушь говорит. На самом деле, друзья мои, без секса человек становится более раздражительным. Это уже научно доказанный факт. Более стрессо-неустойчивый. То есть, малейший стресс вызывает у него неврозность, нервозность. Соответственно, вызывает различные... Вот это вот всё, меня всё бесит. И поэтому часто говорят, что, ой, у этой женщины, наверное, секса давно не было. Что-то она вся злая. Она всё время на негативе. Она всегда пытается какую-то негативную энергию скинуть. То есть, она постоянно-постоянно злится. И, конечно же, конечно же, это видно окружающим, безусловно. Следующий момент – это мужчины. Мужчинам, безусловно, нужна половая жизнь. Это крайне необходимо. То есть, для стресса. Мужчины во время секса всегда скидывают свою негативную энергию. Стресс, нервозность. То есть, эти все моменты просто всегда... Как бы мужчине становится легче. Он становится более счастливый, более довольный. Это крайне важно. Следующий момент, который я хотела сегодня сказать – это, безусловно, гормоны удовольствия. Мы сейчас не говорим про пары, которые планируют беременность. Мы говорим про пары, которые не планируют беременность. И почему им вообще в целом секс необходим. Да, изначально мы говорили про то, что секс нужен для продолжения рода. Но это сейчас мы говорим плюсы того, что вообще для чего он нужен, если вы не планируете беременность в ближайшее время или вообще ее не планируете. Если уже у вас есть дети. Гормоны удовольствия. Эндорфин, серотонин. Во время полового контакта вы получаете огромный выброс вообще половых гормонов удовольствия. Вы счастливы, да? Соответственно, вы пребываете в таком ощущении эйфории. Вы лучше спите ночью, да? Вы лучше расслабляетесь. Вы лучше выглядите. Безусловно. То есть у вас лучший тонус кожи. Плюс ко всему, во время секса вы всегда худеете, друзья мои. Так как секс это достаточно сильный физический труд. Очень энергозатратный. Поэтому вы теряете огромное количество калорий во время секса. Вот я вам рассказала огромное количество плюсов. То есть, во-первых, вы расслабляетесь. Во-вторых, вы спите. В-третьих, вы получаете огромное количество гормонов удовольствия. Вы счастливы. Вы рады после секса, да? То есть, вам это всё приносит огромное удовольствие. И плюс ко всему, безусловно, вы намного лучше выглядите. Поэтому вот несколько очень таких плюсов, прямо с которыми не поспоришь, я думаю. Кстати, что вы думаете на этот счёт? Обязательно напишите мне в комментариях. Мне действительно интересно знать ваше мнение по этому поводу. Обязательно пишите. И это, я думаю, не все плюсы, про которые можно говорить. У женщин профилактика, во-первых, многих гормональных заболеваний. Так как сейчас говорят, что да, гормональные многие заболевания не связаны с половыми контактами. Как раз-таки я считаю, что очень многие гормональные заболевания женские, да и мужские тоже, связаны с гормональным фоном и с гормональным сбоем. Поэтому, друзья мои, не нужно отказываться, если даже вы не планируете беременность от половой жизни. Плюсов действительно много. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И я вас всех жду в своём инстаграме. Ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Переходите, регистрируйтесь, участвуйте в вопросах. И мы с вами будем чаще видеться, общаться. Всех обнимаю, целую и до новых встреч. Пока-пока.